Всем привет! И я сначала включила камеру, а потом подумала, что же я вам, собственно, расскажу. И с чего бы вообще начать, потому что, как бы, мы с вами так и не закончили нормально. Не знаю, надеюсь, выйдет этот влог, потому что я очень по вам соскучилась. И знаете, по какому-то стечению обстоятельств... Мне сегодня написала Арина в личку, моя подписчица, с которой я очень давно дружу. Ну, потом китайцы решили мне прислать какие-то посылки, которые я вообще не помню, что я заказывала. И вообще вы мне под моими постами в Инстаграме, особенно под фотографией нашей свадьбы, писали слова поддержки. Спрашивали, когда я вернусь на Ютуб. Мне так приятно было. Просто не могу вам описать. В общем, последнее видео на Ютубе у меня было загружено ровно полгода назад. Я вообще в шоке, что 6 месяцев прошли так быстро. За это время я уже успела выйти замуж, и те, кто следят за мной в Инстаграме, уже об этом знают. И также мы посетили еще две страны. Сейчас я еду менять свои документы, потому что у меня уже поменялась фамилия, у меня уже новый паспорт. И оказывается, это так все сложно и как бы муторно с этой всей бюрократией. Но, тем не менее, семейная жизнь мне нравится. Мне кажется, в роли жены я уже была давно, как только мы съехали с Серегой вместе. Это было, наверное, года 3,5 назад. В общем, обо всем подробнее, наверное, чуть позже расскажу, потому что я вижу свою маршрутку. Давайте я вам покажу еще обновление нашей полочки. Сверху это Серега сделал еще одну машинку. Мы за руль здесь посадили крота, которого привезли из Чехии. И здесь у нас особый уголочек. Это наши сувенирчики со свадьбы. Подсвечник это старый, вы помните, как я его красила в одном из влогов? Вот сюда прям идеально вписался. Это бутоньерки. Мы цепляли такие мальчикам. Хотя они розовые, но мне почему-то захотелось. Локи, в чем твоя проблема, Лок-Лок? Что ты хочешь? Девочкам мы давали браслетики. Вот такие на руку. Вот они так вот на резинке цепляются. Это наша коробочка для свадебных колец была. Сейчас вам покажу. Это деревянная она. Внутри вот такой вот знак бесконечности. Туда ложились два колечка. И вот так закрывалась красивенькая. Очень оставила, конечно же. Как сувенир уже. Так, здесь у нас три свечки еще. Видите, две длинных и одна вот такая вот толстая. Это моя мама сама их украшала. Покупала такую ажурную тесьму, ленточки. У нас был обряд. Семейный очаг называется. Мама Серегина и моя поджигали вот эти вот свечки. И потом с двух свечек огонь передавали нам. Сжигали нашу семейную свечку. Вот так вот. Теперь это все красивенько стоит на полке. Хотела вам показать, к чему приводит постоянное нанесение гель-лака. То есть это сразу же снятие и сразу же нанесение. Вот такие каратюшки у меня теперь остались. Они постоянно ломаются у меня. И очень тонкие. На левой руке куда бы ни шло, на правой ситуации похуже. Потому что я себе купила сама фрезу. И пыталась там что-то себе снять. Естественно, левой рукой это очень проблематично. И видите, здесь прям такие пропилы. Вот эти вот красные пятнышка такие, да. Там совсем тоненький ноготок. И близко подходят сосуды кровеносные. Поэтому может быть иногда болезненно, но мне нормально. Я точно не чувствую дискомфорта. Тем не менее, сейчас я каждый день делаю себе ванночки. Восстанавливаю ногти. Ну видите, они уже немножко отросли. До этого было вот под корень прям подрезано. Потому что они вот отрастают, отламываются. Сейчас пока вроде как держатся. Значит, что у меня здесь? Это соль ядированная обычная. И сейчас я наберу сюда воды теплой. Вот. Опускаю туда пальчики на 15 минут. Там уже размешиваю соль, которая осталась внизу. И очень хорошо они так укрепляются. Потом я не буду ничего смывать. Надеваю сразу же перчатки. Ну и иду там что-то убираю. Да, пока работает еще этот состав. И, собственно, вот они. Эти вот посылочки, о которых я вам говорила. Дождались они своей распаковки. Видите, сколько я терпела, не открывала их. Для того, чтобы сделать это все вместе с вами. Когда я надумаю все-таки вернуться на канал. И давайте же сделаем такую мини-распаковочку. И в первой посылочке у нас что-то маленькое. Боже мой, совсем малюпусенькое. Ну соскучился по локе. Передавайте ему вот привет. Если что-то шуршит, он уже здесь. А, я знаю, что это. Это вот такое вот каменное сердечко. С натурального камня. Были они на распродаже. Мне почему-то захотелось положить такую штучку там, где у меня хранятся духи. Зеркальное такое дно. Мне показалось, что будет красиво. И следующая посылка сразу, чтобы вас не томить. О, здесь уже поинтересней. О, посмотрите на это. О, на самом деле я заказала вот эти вот кисти очень давно. И хотела сделать конкурс для вас и разыграть их. Посмотрите, какая красота. Вот, тут у меня еще косметика. Это блеск для губ. Видимо, их здесь два. Это тени палитра. Не знаю, не помню, что это. И наклейки, кстати, на Новый год можно будет использовать. Это наклеечки. На лицо такие капельки всякие. Видите, звездочки. Мне кажется, было бы красиво. Так, что у нас здесь? Давайте глянем. Ух ты! Блин, я знаю, что это. Это типа фараолуна. Помните, только, ну, конечно же, проделка. Потому что на Алиэкспресс заказано. Я не понимаю, почему он в зеленом цвете. Потому что я заказывала в розовом. Это странно. Боже, какая мягенькая. С ума сойти. Вот здесь прям огусенькие пальчики. Здесь вход, чтобы заряжать это все через стандартный USB кабель. Кнопочки две. Контроль интенсивности и включение. Прорезиненная вся. Здесь даже заглушка резиновая. Что означает, ее можно использовать в душе. Как это работает, надеюсь, вы знаете. Щеточка, которая вибрирует. То есть совершает очень такие легенькие колебания. И вычищает кожу от загрязнений. В том числе, особенно поры. Хорошо чистит. В общем, я попробую. Как-нибудь вам расскажу. Оказывается, в комплекте был проводок такой. Я нашла уже вилочку. Подключила на зарядку. Даже есть какая-то подсветка. И последняя. Это масла, по-моему. Да. Странно. Зачем я еще раз их заказала? Это другие ароматы. Я помню, что у меня точно такой же набор был. Я в распаковке, по-моему, даже в прошлое показывала. По-моему, прикольный набор. Черный перец. Это что-то интересное. Я уже слышу ароматы. Я только открыла. Ну что, давайте рассмотрим косметику. Самое интересное. Это у нас два вот таких вот блеска для губ. То ли это помады. Вот эта вот матовая. Номер 07 Chestnut называется. И вторая. Такие как блестки больше. Не знаю, видно или нет. Вот они какие красивые. Оттенок 18 Salt. Соль. Давайте засвочим. Прям как в старые добрые времена. И вот у нас оба оттенка на коже. Что-то такое у нас манипусенькое совсем. Ну-ка. Ага, это румяна. Камера прям как-то бледные передает. В жизни они поярче. И засвочим как-то где-то здесь. Давайте. Ну, такие слабенькие вроде бы пигментации. Но надо смотреть на кожу. Красивая упаковка. Прям вообще матовая. Приятно держать в руках. И вот она палетка теней. Кстати, это фирма Beauty Big Bang. Я уже пробовала их косметику. Очень прикольные цвета. Посмотрите, какая красота. Тепленькие такие оттенки. Пишите, кстати, в комментариях. Хотели бы вы видеть с этим всем макияж. И еще хотели бы вы поучаствовать в конкурсе. На вот такой вот набор кистей для макияжа. Открывать я их не буду. Пускай будут чистенькие, новенькие. Специально все для вас сохраню. Локи, что хочешь рассказать еще? Я думаю, на этом стоит заканчивать влог. Потому что опять получится очень длинным. И вам будет скучно смотреть. Надеюсь, вам было интересно. Локи, господи. Со своей игрушкой. Не хочу с вами прощаться. Потому что думаю снимать чаще, регулярнее. Поэтому скажу до встречи. Локи пока, Локи. Ладно. Он сейчас занят, по-моему. Он сейчас занят.